Разворачивайтесь в эту сторону Камеру настроим Слова начинаются Мы считаем, что наша группа Правительство оппозиция Начинаем словами, что мы считаем И поехали Так, внимание Реклама на 4 минуты Включаем секундомер Вопросы задавать можно Не перебивая Человек выступил, ему можно задать вопросы И тогда после ответа Кстати, я не сказал Ты отвечаешь еще на вопросы, которые связаны С твоим выступлением Спасибо Камера, мотор 4 минуты Начали Ну Наша команда считает, что ситуация Конечно отложилась С одной стороны Когда наших русских людей На Донбассе начали убивать Наши отважные мужчины Крымские Они поднялись И поехали с оружием в руках Защищать русские мины Мне по-человечески Конечно я с уважением Отмечусь к этим людям И то, что сейчас Они оказались в сложной ситуации Мне по-человечески Очень жаль Но Предатель социальный статус Защищенности Ну на мой взгляд Эта ситуация сложная Давайте, как говорится Отделим мух от котлет Закон Он есть закон Он для всех одинаковый И если мы сегодня Совершим прецедент Когда люди Давайте называть своими именами Они как наемники Поехали туда А на Донбассе По разным источникам Деньги все-таки платили Давайте называть Вещи своими именами Может быть не все Но я знаю случаи Когда это было Если мы сейчас Предъявим такой статус Тогда получится Мы совершим прецедент И следующий очаг Когда где-нибудь разгорится Например Наемники поедут в Сирию Там или еще Какие-нибудь там Горячие точки Мы что будем всем давать Социальный статус То есть мы даем прецедент К нарушению закона Это делать нельзя Если вы хотите Социально защитить Этих людей Которые Если с оружием в руках Защищали наших Русских же людей На Донбассе Нужно на законодательном уровне Вносить поправки В виде исключения Как дать им Исключительный статус Именно с этой Конкретной ситуацией Именно с этим Конкретным очагом Вот Это краткосрочная Перспектива На мой взгляд Решение этой проблемы В далкосрочной проблеме А в быстро Менящемся мире Такие Ситуации Не вполне возможно Нужно вообще Концептуально Менять Подход к подобным Вечам В нашем обществе У нас Люди Каждый Где-то в чем-то Он является Специалистом И профессионалом Кто-то великолепный Архитектор Инженер Кто-то Строит дома Кто-то великолепный Врач Или ученый Или еще в какой-то В творческой сфере Занимает великолепно Свою нишу Наши молодые пацаны Которые Срочники Идут в армию Они могут После окончания Своей срочной службы Сделать себе Блестящую карьеру И принести Скажем Пользу нашему обществу Где-то В другой сфере Не военной Потому что они По своему внутреннему потенциалу Именно готовы Занять эту нишу В обществе В подобных конфликтах Когда Россия Не может официально Вводить войска Мне кажется Не стоит Послать Нашу регулярную армию Наших Скажем Пацанов Чтобы они там гибли Нужно Чтобы Эту функцию Выполняли Профессионалы А поскольку Россия не может Официально В этот конфликт Вести свои войска Создавать Частные военные Компании Куда будут Собираться Профессионалы Которые В горячих точках Которые знают За что они идут Ради чего Они идут И знают Что с ними будет Если их там ранят Или они погибнут Они идут Куда конкретно за деньги Они блестяще Выполняют свою работу Поэтому мне кажется Нужно менять На законодательственном уровне Вводить в Россию Частные военные Компании Это долгосрочная перспектива Все Я закончил Вопросы Вопросы В Абхазии Это начало 90-х годов Они точно так же Не имеют Статуса участников Волшеба А добровольцы Там были Вот Сейчас Вопросы Как раз таки Не только На Донбасс А на территорию Бывшего Советского Союза Как хотите Там были Прошли В 90-е годы Ворону Сейчас Группе не разум Сейчас Группе не конкретно Вопрос Вопрос другой Ответили Вопрос сейчас На Донбасс Мы разговариваем О Донбассе Я повторяю, вот возникла ситуация на Донбассе, Россия официально не может вести войска, но если Донбасс не поддержать, Донбасс не останется мокровым местом, его там разорвут флаг, это понятно, любому нормальному человеку. Значит, что надо? Значит, надо, чтобы вошла туда частная военная компания, и в случае чего Россия их открестит, скажет, мы не знаем кто это, это какие-то там наемники или какие-нибудь там добровольцы, это не наши, мы туда не вводили войска, вот как сейчас происходило, но частная военная, вот как американцы, Blackwater создали, кидают ее туда в локальный чаг, туда в локальный чаг, то есть официально не вводят, но де-факто войска есть. И не гибнут пацаны, молодые солдаты, которые пошли туда в срочную службу, а люди идут туда, зная зачем и зная какую цель, и опытные. Ну, так они знают. Это, конечно, слабый будет аргумент, но это не в наших традициях, но я не знаю. Нет, давайте, давайте, я на самом деле сейчас уже сложился прецедент, есть и война на Донбассе. Пока мы создадим частную армию, там Blackwater 2 или там русские, видите, как вы их назовете, неважно, да, это как инструмент, действительно, мы правы про частную армию. Но сейчас уже сложился прецедент, уже погибли люди, уже покалечены судьбы, уже оторваны руки. Я в самом начале сказал, что есть два этапа. И сейчас мы рассматриваем тот событие, которое уже произошло. Врача с армией замечательная идея, вы его вводите в сторону сейчас нас. Давайте мы решим, но... Я не закончил, но... Ну, я уже переношу. Просто я уже хочу начинаю, а вы меня так же... Я-то не закончил, но я вообще, если это последует, я сделал лоб. Ну, вы паузу сделали, я думал, что вы закончили. На что отвечать, мол, шоу. Я вот не могу понять, коллега, вы как-то переживаете, нервничаете. Я не переживаю, потому что вы закончили его, но хочется задать свою частную иную команду. Я понял вас. Но тем не менее, можно я продолжу? Слушайте, да? Вот. Случился прецедент, и мы сейчас должны рассмотреть ситуацию, которая уже сложилась и продолжается. И, может быть, через неделю продолжится еще сильнее. А про частную армию мы можем еще год или два или три говорить. И законопроекты вводить. То есть это долгосрочная перспектива, я с вами согласен. Но давайте не вводить нас в тело разговора. Ну, я в самом начале говорил о двух этапах решения этой проблемы. Краткосрочная перспектива и долгосрочная. Абсолютно вы правильно сказали, что частная армия – это долгосрочно. В краткосрочной перспективе, если вы хотите социально защитить этих людей, тогда нужно на самом верхнем уровне, на законодательстве, конкретный конфликт, локальный, придать ему статус исключительности какой-то. Потому что если мы это не сделаем, а в целом нарушим закон, мы дадим прецеденты и в других очагах, когда будет этот закон нарушаться. Только от исключительности. Вот это краткосрочная перспектива. Помочь вот этим людям, которые с оружием в руках защищают. Спасибо, что согласились. Спасибо. В общем-то, вы за нас. Спасибо. Я по убеждению не перебирал. Аплодисменты. Не могу я прощать, спасибо. Пошли к стулу на отмечающую. Садитесь. Тебе нужно уходить? У меня еще два минуты добавили. Хорошо, присаживайся. Значит, первый спикер от команды, которая отпрыгла предоставление статуса участника боевых действий добровольцам Донбасса. Мне все время хочется сказать, что они совстали и сказали, мы русских не бросаем. Пошли защищать русских. И потом, когда все прошло, и они приехали раненые, убитые или покалеченные, весь вопрос заключается в том, а мы русских бросаем? Эти, они что же русские? Так вот, после первого спикера давайте представитель команды, которая за предоставление первой вашего ратора, регламент 4 минуты и вопросы. Да, начиная словами, мы считаем, что? Мы считаем, что статус участника боевых действий нужно присвоить всем, кто принимал участие в конфликте на стороне Донецка и Луганска. И связано это с тем, что общие принятые ценности в настоящее время – это дьявол, свободы, демократия. Причем весь мир считает, что эти ценности можно защищать с оружием в руках, что доказывает лидер человечества Америка. Она защищает дьявол и демократия по всему земному шару, даже в Антарктиде. Русская цивилизация потерпела последнее время сокрушительное поражение. Мы потеряли очень много исконно русских земель. Мы оставили более четвертой части населения русского на этих территориях, фактически оккупированных другими народами. И когда эти люди в Донецке пытались защитить собственную идентичность, против них организовали карательную операцию. Добровольцы, которые решили защитить и помочь русским выжить в этой непростой ситуации, достойны всяческого вплощения в качестве примера. Потому что нам еще предстоит возвращать все остальные риски на русские земли. И то, что вы сказали, что русские не должны бросать свои, я считаю, это как раз та моральная норма, которая сейчас должна быть в законодательстве оформлена. И статус добровольцы, участников боевых действий должны получать на любых территориях, где притесняют русское население. Все защитники русских должны получить этот статус по праву. Спасибо. Две минуты, если у вас получилось. Вопросы, да. Если это покирание закона, общепризма, есть такое понятие праведность. Знаете о таком понятии, да? И есть закон. Вот закон, он оформляет какую-то норму, действующую на момент ее принятия. Ситуация может поменяться. И законодательная норма ничего общего с праведностью иметь не будет. Такой закон нужно отменять. Поэтому само по себе нарушение законодательства в этой ситуации, оно было обусловлено. И поэтому сейчас исправлять ошибки в время. Но мы всему миру доказываем, что мы за исполнение закона. А тут сами как-то... Меняется ситуация. Меняется ситуация, меняется законодательство. Когда нам то же самое, будут говорить при удобных случаях. Для того, чтобы нам не тыкали в лицо и не говорили. Нужно быть супердержавой, сильной и мощной. И уметь защищать собственные интересы. Тогда вам никто тыкать в лицо чем-то не сможет. Спасибо. Можно вопрос? Да. Кто будет определять за русских или не за русских? Потому что, опять же, ситуация бывает сложная. Вот может сейчас человек поехать в Сирию, например. Начать воевать в каких-то там... Столько этих отрядов, там их вообще не разберешь. И сказать, я за русский мир воюю. Потому что если я не буду воевать, эти боевики придут к нам. То есть, тогда получается, тоже этот человек, придя в Сирию, ему тоже, получается, нам давать статус, социальный статус защищенный. Ну, я думаю, что у нас достаточно большой чиновничный аппарат. Они люди образованные, они достаточно грамотные. И они в состоянии разобрать ситуацию, найти свидетелей, найти очевидцев. И понять, какую роль кто выполнял. Даже вот в Донецке я вам скажу, что самая большая проблема в нашей роде трех ребят похоронила. Значит, проблема с документами. Почему? Потому что это было время передаловайским котлом. И тогда ситуация была такая, что документы полка решили просто уничтожить, чтобы не доставить в руку. Ну, ситуация была критическая. И в настоящий момент восстановить документы нет возможности. Они были в единственном экземпляре. Но есть люди, есть свидетели. Те, которые их провожали, которые встречали, которые были с ними там, в Донецке, в конце концов. А вам не кажется, что если дать чиновничьему аппарату возможность конкретно, каждый индивидуальный случай, по конкретному персоналу, решать, кто за русский мир воевал, кто не за русский мир, то, во-первых, это огромная потеря времени, чтобы по каждому случаю. И это просто породит еще большую коррупцию в чиновничьих рядах. То есть, получается, будут цельки на местах, которые будут определять. Этот человек за русский мир воевал, а этот за русский мир. Вам не кажется, что надо, это система просто решить эту проблему? Я считаю, что, вот, Сжиглов говорил правильно, вор должен сидеть в тюрьме, коррупционер тоже должен сидеть в тюрьме. Поэтому чиновник, который допустит коррупционное действие, должен сесть. Без альтернативы. А нормальные люди порешают все эти проблемы. Можно добавить над ними контроль из числа участников боевых действий. То есть, те, кто принимали участие, они все равно будут организованы в ветеранскую организацию какую-то. Они могут контролировать этот процесс. Я хочу присоединиться к ответу и добавить по поводу разницы между Донецком и Сирией. Если в Сирию по приглашению правительства идет военный конфликт, и там государство отвечает за своих героев, то надо вас идти в добровольцы в то место, где проживают русские люди. Это совершенно несомненные вещи. И защищать в то место, где проживают русские люди и русских людей, женщин и детей, обязанность русских. А уж как это на государственном уровне, это действительно нужно принять поправки, поменять закон, потому что это территория русская. А что именно даст признание? Ну, это хотя бы даст возможность человеку с гордостью смотреть в глаза детям подрастающим. Ведь в настоящий момент действительно очень часто бросают в лицо «А вы бандиты, вы там грабили, что вы там делали?» Это действительно очень обидно. И особенно обидно тем, которые физически пострадали. Те, которые в настоящий момент из-за увечий чувствуют себя ущербными. «Историю пишут победители. Конфликт не закончился, а еще неизвестно, чем это все закончится». Давайте не расскажем, наверное, тогда же. Нет, вопрос, конечно, важный, значимый мораль. «Историю пишут победители. Мы сейчас пишем не историю, кто прав, кто прав. Мы сейчас пишем ответ на вопрос, мы будем социально поддерживать раненых, участников, добровольцев, или не будем, вне зависимости, какую историю в конце концов напишем. То есть вот есть русские люди, они встали и пошли, они вернулись, раненые, убитые, семьи без отцов, без кормильцев, жрать нечего, а мы можем им дать статус или не можем, вне зависимости от того, какую историю напишем. Вне. «Историю пишут победители статус, когда нам позволяют раненых, будет не давать им статус, и посмотрим, как же русские люди помогают тем русским, которые перестали русских в пост. И все». «Так давай всталешь?» «Нет, не давал». «А почему?» «А это должны быть такие страдательства». «Так вот, сейчас он выйдет, расскажет». «Поха и...» «Которые русские должны помочь». «Я думаю, что вот как раз вот этим должны быть помочь, проголосовать этот законодательный проект, это есть и та первая помощь, о которой вы говорите». «А когда-то признать, что Россия участвует в том числе?» «Нет, участвуют граждане России». «Это разные вещи». «Государственных воинских частей там нет, там есть только добровольцы, индивидуально». «Хорошо, слово «добровольцы». Человек собственной воли туда поехал. Что именно побудило его туда ехать?» «Ну это же нечастное. Доброе – это нечастное. Доброе – это добое. А сейчас это нечастное воле. Доброе – это добое. «Смотрите, вот горит дом. Там, дай бог, ребенок. Вы вбегаете, выносите этого ребенка, по пути падает доска горячая, отрубает вам ногу. Вам присваивают звание Героя России». «Присваивают?» «Присваивают. В чем проблема? Не могу понять. Такие же ребята также спасали детей». «Или…» «Да пусть пострадают, он же добровольно туда пошел». «Ну и пусть, хрен с ним». «Да, и завтра будет такая же ситуация, да я туда не пойду, потому что меня еще посадят». «В чем вопрос?» «Или осадки без пенсии, без документов». «Проникли на эту частную территорию, дом горит, ну и что, есть там двери, есть там…» «Есть пожарная контора в 3-х километрах, в конце концов». «Которая через час приедет». «В этом и разница». «Хорошо, спасибо. Ну, да. У вас, конечно, ситуация сложнее, но мы за вас. Сейчас предоставляем слово команде, которая, кстати, достаточно убедительно убежден против предоставления статуса. Второй спикер вашей команды. «Здравствуйте, еще раз. Мы считаем, что предоставлять статус добровольцам Донбасса не стоит. Вот почему. У нас второй эфтезис – это ответственность. Вот задронули, то есть с чего вообще он туда поперся? Значит, раз уж человек взрослый, он не знает, что такое война, куда он едет, что там может он потерять ногу, потерять жизнь. Тем более, если он глава семейства, останется его семья без кормильца. Вот. Поэтому человек должен сам нести ответственность за свои поступки. и так как законодательный у нас еще не защищен, не прописано никак, кто такой добровольец, кем считает добровольцев, и что он, по сути дела, просто вот, если у него душа горит и болит, и он решил туда поехать, то это его личное решение, и поддерживать его в этом вопросе можно, но так, ну, молодец. То есть мы же знаем, как относятся все остальные страны-добровольцы, которые поехали на Украину. Вероятнее всего в мире сложилось такое мнение, что Россия агрессор, и, значит, все представители, кто поедут отстаивать интересы России на ее стороне, там, из стран Европы, из других этих, из других стран, на обработице, которые там участвуют, они будут считаться террористами в своем государстве, и им никаких благ по возвращению не будет предлагаться, а вероятнее все их там куда-то посадят, посудят, тем более, если там приедет коллега. Поэтому предоставлять статус добровольцем участников боевых действий, ну, им можно предоставлять там миротворцам, людям, которые стоят регулярно, которые защищают интересы своей страны и Родины напрямую. То есть Россия сейчас всячески отвечает за то, что у нее там введены войска, и боевых действий на Украине она не ведет. Поэтому, признав то, что добровольцы являлись участник боевых действий на Украине, ну, соответственно, поставят Россию в невыберное положение. На нее и так же со всех сторон обрушиваются волны критики, за Крым, опять же, тот же. Ну, то есть ситуация такая, что можно там еще черную спичку, и уже все полыхнет. То есть, ну, примерно так. То есть идей помалживать? Можно вам вопрос? Есть, да. Вопрос я хотела вот какой задать. Как вы думаете, а кому присваивают звание Героя России? Тем, кто соблюдает все законы, или тем, кто все-таки нарушает? Ну, Герой России гражданин России, во-первых, который на территории своей страны совершает какие-то подвиги или во имя интересов своей страны. Я так критизирую. Он соблюдает все нормативные, так сказать, положения? Как себя вести, брать описанность, брать описанность, приступать, какие-то черты дозволенного, прыгать в пламя или не прыгать. А где это конкретно? Какой это конкретно? Велик, когда брали, там было нарушение, Баршава брали. Что там еще брали? Ну, тогда была агрессия со стороны Германии. Они нападали, мы оборонялись. Подожди минуточку. Границы пошли, все. Еще раз? Да, границы пошли, все. А дальше уже о территории. Да, мы до Берлина, мы не шли. Вот своя территория. Пожалуйста, все. Границы, пожалуйста, пошли. Все, спасибо. А дальше агрессия до Берлина. Ну, тут такая ситуация, пожелать, что надо было. Тут уже была официальная признанная война. Социальная государственная, поюхать с Германией. На Донбассе опять-таки признанная, как это называется, антитеррористическая операция. Ну, такая антитеррористическая. Она официальная. А может, применена? Борьба с терроризмом, борьба просто... А что там террористы, по-вашему? Можно вопрос? Террористы те, кто обстреливают граждан. А вот он. Можно вот так? Да. На протяжении всей большой истории, длинной истории этой огромной страны России, если ее маленьким населением, мы замечаем приоритет духа над расчетом, который, по идее, всегда помогал России защищать и побеждать. Я с вами согласен, что... Как вы считаете, если мы изменим это на приоритет закона над духом, если мы будем ограничивать позывы духа правилами закона, следующую войну наша страна сможет выиграть, имея хороших классных специалистов в войне? Ну, все-таки мы живем в правом государстве, в правом... Мир у нас в правом поле живет. Да, то есть есть всякие способы, которые могли бы защитить тех, кто едет на Донбасс, воевает добровольцев, там... Тоже ЛНР, ДНР могли бы как-то призвать к себе... Могли бы как-то, можно уточнить сразу, что вы предлагаете? Что такое могли бы как-то... Во-первых, можно тех, кто граждан России, инвалидов и так далее, больше социально защищать в плане материальных выплат, в плане... Но без того, что жизнь... Без того, что... То есть вот я поехал на Донбасс, меня оторвало ногу, я приехал в свою страну, я знаю, что инвалид соторван рукой, я могу там пойти на биржу занятости, у меня будет достаточно большое, ну, относительно большое пособие для того, чтобы я мог существовать, я смогу себе найти работу, потому что почему вот в Европу приезжает беженец, и говорит, что Болгарсаков, а ему платят денег больше, чем самим коренным жителям. Давайте уточним немножко, вернемся к нам, к нашу страну. Как вы считаете, ваш брат из вашей страны, он поехал туда по злому духу, он вернулся, а дух еще горит, он еще ощущает себя именно тем человеком, который был там, справедливо его приравнивать к коллеге, или все-таки он герой, и ему нужно это чувство. Ну, внутри бы чувствовать, но если на законодательстве бы показать, я бы не зашли, что... А вы считаете, кто вы чувствуете себя укусрить хорошим человеком, если вас все вокруг считают изгоем, отлично, ну, как себя будете чувствовать? Ну, не давая статуса, это не значит изгой. Не давая статуса, это не значит изгой, но не давая статуса... Я думаю, если человек туда ездит, мы говорим о признании, ну, о даче. Да, признание имеет разные аспекты, и материальные, и... Пускай он, я не знаю, будет героем России, да? Пускай, давайте сделаем. Хорошо, а те герои, которые бросают боевые дети? Те герои, которые бросаются там в избу, там, в виде тонущего ребенка, он разве думает в этот момент, что он будет представлен к награде? Он просто делает это, позыв у самого сердца. Нет, он становится героем России в результате этого всего. Он осознает свой поступок, что-то нужное и важное для работы. Ну, обязательно его признание, обязательно человеку признают, так, чтобы его все признавали и восхищали. Надеюсь, я все же русскому человеку обязательно. Коллеги, ребята, смотрите, я в начале вашего выступления владел мысль, которая меня немножечко в шок повергла, если честно. Вы, если я что-то не так скажу, или если не знаю, поправьте меня тоже. Вы сказали, что нужно посмотреть прецедент, как наши западные партнеры, в кавычках, относятся к участникам антитеррористической операции, которые воевали, например, со стороны, неважно, либо Украины, либо со стороны России. Как там, допустим, относится Польша, потому что оттуда были представители, которые воевали, и с одной, и с другой стороны. Как относится Германия. То есть, и тогда, только посмотрев на них, мы должны принять решение, как же Европа ведет себя, так и мы должны. Ну, так и связните, тогда по такой логике мы за гей парады должны участвовать, потому что Европа участвует по такой логике. Но, судя по вашим речам, мы должны все копировать с Европы, да? У нас не может свое суверенного мнения быть, как у державы. Так давайте тогда в вашей логике какие парады проведем, еще что-нибудь будем делать. То есть, вы за это или за что? Я не могу понять вообще. Кажите, сядьте, 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 присядьте, пожалуйста. Как вы считаете, а человеку чувство благодарности должно быть присуще или это лишние чувства? Ну, знаете, я вспоминаю, недавно сюжет смотрел там про одного партия, который жаловался на то, что его напрямую спрашивает репортер. Вот к вам пришли покреститься. Вроде же как, должно быть все бесплатно. Он говорит, а что я буду его крестить бесплатно, время свое тратить? Я все равно знаю, что он будет по жизни нехорошо себя вести и так далее. Пусть хоть мне карман, как говорится, греет. Ну вот... А почему тут благодарность? Ну, благодарность за что? За то, что я проявил свои... Еще и на Баттене Борославие. Еще и на Баттене Борославие. Потому что я решил помочь... Я был представитель западной культуры. Нет. Не знаю, что я... Вы за парады? Какие? Еще есть вопросы? Мне очень тяжело с этой стороны сидеть, но просто раз встали задания. А вы когда-нибудь? Отрабатывайся с полной. А, ну тогда в принципе, может, вопросы уже не подробно. Но если человеку тяжело... Да, я уже заминал. Но в целом, кстати, он обозначил очень важные логические аргументы, которые та сторона в реале будет использовать. То есть польза от этого есть. Извинили, общественно. Нет, я просто сам не знаю, как это... Так, теперь переходим к команде, которой не тяжело. Следующий. Второй спикер от команды, которая считает слова. Мы считаем, что за предоставление статуса участника боевых действий. Мы считаем, что добровольцы, которые участвовали в защите Донбасса, должен быть своим статусом участника боевых действий. Значит, полагаем, что, значит, те люди, которые георгически, значит, бросив семьи, бросив свой бизнес, пошли защищать русский мир, православие на Донбассе, должны быть законодательно защищены. Потому что они являются видными представителями русского мира, рискуют своей жизнью и показывают нам, что нам нужно делать в трудных условиях. Таким же образом, когда, значит, произошел переворот в Киеве, Крым поднялся, но у нас была критическая масса героев, добровольцев, которые смогли подняться, защитить русский мир. И здесь, получается, темная сторона не смогла ничего противоставить, потому что в Крыму много героев, добровольцев. В итоге все произошло тихо, мирно. Значит, они, значит, темные силы сделали вывод, собрали силы и решили, что, значит, территория войска Донского, Донского, это, значит, получается, Донбасс, Луганск, должны быть потоплены в крови. Тимошенко сказал это как по этому поводу, значит, что мы возьмем, надьем ядерные бомбы и превратим Донбасс в пустыню. То же самое касалось представителей бандеровских структур, там, кольские. Значит, в атаке на Донбасс участвовали американские частные компании, фашистующие организации с Европы. Значит, задача была одна. Максимальное уничтожение русского населения Донбасса в Луганской области. То есть бывшего территории войска, войска Донского, стрелков, значит, кинул клич, поверьте мне на слово, не десятки тысяч, что туда пошли, а буквально сотни. С Крымом там тоже минимальное количество. Поэтому эти герои встали и они защитили своими сердцами, своими телами, защитили нас от той большой войны, которую нам пытался навязать Запад. Поэтому мы это выполняем, что тем единицам героическим, которые вышли и защитили нас, защитили детей, защитили жён, русских жён Донецка, Луганска, нужно придать статус участника в боевых действиях. Замечательно. Спасибо. Есть вопрос? А, да, пожалуйста. Была Крымская весна. Как отблагодарили по поводу благодарности тех ополченцев, которые отстояли Крымскую весну? Почему их не... Объяснил. Значит, что произошло здесь? Я вот ещё раз говорил. Боевые действия. Критическая масса людей не позволила зло, 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 боевые действия. То есть, количество тех людей, героев, которые поднялись и своими сердцами защитили нас также, потому что уже сюда ехали поезда, дружбы знаете, да, с боевиками. Точили ножи наши вечные друзья, знаете, да? Поэтому то, что мы остались живы, это, значит, произошло благодаря таким героям, вот, как можно сказать, Аксенов, Константинов. На Донбассе таких героев оказалось меньше. И те люди, которые поехали защищать Донбасс, Крыма, Абхазии, с Кавказа, с Россией, они, они, они защищали русских людей, защищали нас также. Потому что сломали бы Донбасс, следующее знайте, это будет Крым. Нам война не надо, поэтому я, я там, полагаю, так что Крым может выступить с законодательной инициативой, что те, кто реально участвовал в боевых действиях и рисковал своей жизнью, там, где шли бои. Крыму тоже рисковали? Нет, там, где, там, где шли реальные бои, где взрывались бомбы, где там, так сказать, Крыму, Крыму повезло, будем, будем, будет, так сказать. Поэтому, пока мы, так говорим, о тех изменениях, кто защищает Донбасс, защищает Луганск. Скажите, пожалуйста, а что по-вашему настоящий бой, чем он отличается от ненастоящего? И следующий вопрос, что в Гронской части, это боевые действия или сборка? Значит, боевые действия, боевые действия, я, я, это, полагаю, так, где льется кровь, идут потери людей реальные. То есть, если, допустим, произошло, повезло так, что в Крыму добрая воля победила без пролития крови, значит, это благо. Значит, ограничимся тем, что это есть Крым, Крым в составе Российской Федерации, без этого боя, решением сердец крымских граждан. То есть, получается... Сейчас, сейчас, я так понимаю, про штурм воинской части? Ну, воинской части, боевого подразделения, взятие под контроль воинского района, это боевые действия или не боевые? Ну, была стрельба с обеих сторон? Ну, бы не было. Ну, так же, то есть, боевые действия, это... С риском даже действия, нет, с применением манистрельного оружия. Ну, если, получается, что вы сборки, то есть, ограничились на обоих сторонах. Нет, давайте так еще... А ты обязательно просто поторвала ногу, просто, да, чтобы... Нет, совершенно не обязательно. Нет, я и... По ветеранам, которые, собственно говоря, и наделяют, учаи ветеранов, там, участников боевых действий, статусом ветерана боевых действий, там слово боевые действия конкретно расшифровывается. То есть, это не какие-то умозрительные, один решил, что вот это боевые действия, другой решил. Там конкретно все описывается. Поэтому, не надо тут фантазировать, это уже законодательно, давно-давно все воплощено. Хорошо. Ну, все просто. Да. Вы хотите предоставить статус участников боевых действий только граждан России или всем, кто там участвовал? Речь идет об общине русской, российской федерации, которой граждане российской федерации участвовали в боевых действиях на Донбассе, но в результате возвращения они остались на уровне добровольцев, они не имеют никакой социальной защиты. Речь идет о гражданах российской федерации. Хорошо. Речь идет о том, что Россия, как держава, страна, должна защищать своих героев. То есть, если человек в трудную минуту первым, без, допустим, каких-то условий поднимается и идет, подставляя свою грудь под амбразуру, защищая страну, защищая наших детей, наших жен, то этот человек имеет право на преференции, льготы по отношению к другим людям. То есть, герои, герои должны быть защищены обществом. Хорошо. А если был, пошел на добровольной основе, как он изглажданин другой страны, ну, скажем так, героически там закрыл отряд добровольцев своим телом, и что вот, что с ним делать. Потом он умер. Мое личное мнение, получается, мы все равно говорим о том, что мы все равно делим людей на своих, своих, своих и своих. Донбасс дает медали тем, кого считают своими героями. Но это не имеет отношения к социальному статусу наших крыльчан. Вот за что мы делим. Мое личное мнение, что любой, любой-то человек, который защищает русский мир, русский мир, по, допустим, представлению, там, руководства державы нашей, там, Путина, имеет право получить такие же преференции, если он с риском для этой жизни защитил интересы русского государства, русского мира, защитил русских детей, там, женщин, там, и так далее, он имеет право таким же образом быть участником боевых действий, который защищал Россию, и законодательно это должно быть присмотрено. Еще один вопрос, и переходим к статье. Мы, герои России, даем спасателя девочке с пожара, да, не от того, что ему отрубило или не отрубило, ну, там, балка и ног, правильно? Мы даем ему за поступок. Совершенно верно. Речь идет о том, чтобы признать поступком поездку в другую страну для защиты русского населения. Получается, те люди, когда, значит, объявлен был крестовый поход против русского мира, сказали, что те русские, которые остались за границей территории России, должны быть уничтожены полностью физически, как, как, да, физически, как вот вид, как, допустим, от нас, значит, люди определенные, ну, я их называю герои, доброходцы, это кромещане, россияне, они поднялись и пошли защищать русских людей, находящихся за территорией нашей страны. Потому что была реальная угроза их уничтожения. Я хочу, конечно, по другую сторону, я же возвращаюсь к Крыму, как бы, тех признали, а тех не признали. Мы признаем героям России вне зависимости, он вынес ребенка, да, за поступок. То есть в Крыму тоже был поступок. И неважно, была тут стрельба или не была стрельба. Но здесь тоже. Вот о чем. Нет, боевые действия, как категория смысловая, боевых действий здесь по факту не было. Соответственно, предмета награждать или давать статус участника боевых действий в Крыму, ну, нет оснований. А речь идет о боевых действиях, которые реально имеют место быть. Есть определенная социальная группа людей, которые поражены в правах. Среди них есть и здоровые, а есть и раненые. Есть ампутирные, а вообще без рук, без ног. Вопрос, как с ними поступить, общение русского государства, которое либо думает так, либо думает так. Хорошо, спасибо. Спасибо. Давайте послушаем завершающего спикера от команды, которая против предоставления статуса участника боевых действий. Я предлагаю чуть-чуть динамичнее с вопросами, да, хотя на самом деле важная вещь. Слушаем последнего и переходим к аналитике, к завершающим вещам. Там уже можно с места, с рук, если есть какие-то мысли и пожелания. Это нечестно. То есть все признают за ней неостаримое право порвать всех на немецкий крест. Уважаемые присутствующие, хотелось бы сначала напомнить, что мы здесь собрались не просто поучаствовать в такой деловой игре, в парламентские дебаты, но и понять наше российское общество, потому что оно тоже неоднородное, и в нем есть разные мнения. Одни считают, что нужно читать участникам боевых действий, те, кто был на Донбассе, а другие говорят, что нет. Так как в нашей игре я являюсь представителем второй команды, попробую высказать кое-какие аргументы. Сначала мне хотелось бы обратить внимание на то, что наше общество регулируется нормами морали, нормами нравственностями и правовыми нормами. Да? Мы же нельзя идти кушать соседа. Это же не написано в законе. Но тем не менее в законе, например, написано, что нельзя быть наемником. И тут стоит проблема, как отлове, когда он уйдет на Донбасс, будучи русским, будучи гражданином Российской Федерации, это очень сложно с юридических норм, с юридического основания. Мне еще хочется сказать, что главная во всем это точка отчета. Понимаете? Вот не или-или, а, например, вот спросите вот у женщины, сколько существующих с этим согласятся. А спросите у космонавта, который на орбите, например, наш крымский космонавт Шкаблеров был там два раза. Он в интервью рассказывает, за сутки 16 раз, 8 раз восход, 8 раз заход. Где тогда истина? Давайте среднеарифметическое, 8 сделаем. Неправда. Главная во всем точка отчета. Это если ты на Земле, у тебя такая ситуация, если ты в космосе, у тебя такая ситуация. И мне почему-то кажется, так как я являюсь в данный момент представителем второй команды, что точкой отчета в решении этой проблемы должна быть такая ситуация, что большинство жителей Российской Федерации считали, что участников боевых действий на Донбассе нужно приравнять к этому статусу. Если этого не будет, то значит пока что мы не готовы. Но мы подняли эту проблему. Решить задачи – это одна ситуация, а поднять проблему, высветить ее – это другая ситуация. И общество должно искать пути решения этой проблемы. Спасибо за внимание. На самом деле, тему, которую подняла Аня, ее надо сейчас и развивать в аналитике так вот уж точно. Во всяком случае, очень аргументированно. И не туда и не сюда, а как раз намеки на срединный путь. То есть, что это нужно. Да, давайте послушаем. Это же римское право. Римское право, оно же не наше право. Правильно? То есть, получается, она, она, допустим… Это еще не общепринято в обществе. Это мы так думаем отдельной частью, что римское право – это не наше. А по факту-то мы управляемся, согласно… На основании такого права не только на римского права. Да, да, да. Давайте послушаем завершающего спикера с вашей команды. А-а-а, сейчас бирбараты вспомнят, обозлившиеся люди. Ну что, вы готовы? Дмитрий хотел обо всем взглядом кормить. Этам, коллеги, ну на самом деле я вам не завидую, честно. Но в виде занятий я хотел бы быть на вашей стороне, потому что я думаю, вы получите больше навыков, чем наша команда. Но тем не менее. Здесь очень Аня, как бывший сотрудник правоохранительных органов, очень хорошо нам разложила по полочкам юридические стороны. И, в принципе, очень достаточно доходчиво, да. Я, продолжая ее тематику, хотел бы тоже опереться на какие-то юридические нормы. Или на правовые прецеденты, которые в том числе происходили на территории нашей страны. Будь кто, когда-то это был Советский Союз, да, потому что есть люди, которые родились в Советский Союз, которые даже присягали, наверное, Советскому Союзу и так далее. Я и наша команда не разделяет территорию. Украина, Россия отдельно. Это наш один большой мир. Одна наша большая территория, к сожалению, пока временно разделена разными границами. Но, тем не менее, у нас был прецедент. Когда случилась Великая Отечественная война, на территорию Советского Союза, в том числе и нашей страны, так называемые темные силы проникли, да, на танках, на еще что-то. У нас были регулярные, да, войска. В том числе, вы знаете, что у нас были и мартизанские, да, отряды. У нас были просто товарищи, которые брали бердянку и там потихонечку отстреливали. Даже были товарищи, наверное, которые из рогатки стреляли по немцам, да. Ну, были. Были и маленькие дети, были и взрослые, и старики, и пенсионеры и так далее. Но после окончания Великой Отечественной войны статус участников сначала получили только регулярные войска. Но впоследствии, с помощью Иосифа Виссарионовича и все участники остальные, вплоть до дети, да, сыновья полков, вот эти слышали о том, на термины. Или там партизанские движения какие-то, которые в том числе и в нашем Крыму активно работали, да, партизанское подполье. Они все получили статус участника боевых действий. Это прецедент, уже который произвел нашей стране. И вот второй прецедент Чечня, вот коллега мне подсказал, да, была первая чеченская кампания, после того, как вернулись наши соотечественники, раненые, груз 200, 300 и так далее, да, и после первой кампании они не были приравнены к участникам боевых действий. Но когда пришел разумливать ситуацию наш президент Владимир Владимирович Путин во вторую чеченскую кампанию, и для поддержания боевого духа, для премьера, участники первой чеченской кампании, все получили удостоверение и звание участника боевых действий. Статус. Статус, да. То есть это второй прецедент. Третий прецедент. Если мы возьмем Конституцию Советского Союза, Конституцию Украины, Конституцию России, в конце концов, законы, которые декларирует он, там буквально то ли в разных государствах, то ли третья, то ли четвертая статья говорит о том, что народ имеет на поле изъявления, на защиту своей культуры, духовности и целостности, в том числе своей страны. Вплоть до того, что он имеет право снаружи защищать свою культуру, семью, территорию и так далее. На основании этих даже международных и локальных в стране законов мы и жители Донбасса, и жители Крыма должны были взять оружие и защищать культуру, ценности, духовность и суверенитет территории. Это тоже прецедент. По поводу, в принципе, я еще не могу долго говорить, но я хотел просто послушать ваши вопросы, я думаю, что вы их зададите, а у меня есть готовый ответ. Спасибо. Ну, то есть вывод, мы расставим статус участника боевых действий. Мы считаем, что предоставить статус, да. Вопросы есть? Ну, вот вы говорили, что... Я за 9 мая. Я понимаю, я тоже. Значит, что все эти президенты, они произошли уже после. То есть с того, как совершила война, закончилась, там первая кампания закончилась, только когда уже все, скажем так, было... Боевых действий уже не было и прошло какое-то время. Тогда, может быть, стоит с этим погодить, чтобы не накалять ситуацию и сделать это чуть попозже, когда на Украине уже ситуация стабилизируется, там не будет никаких боевых действий. Ну, и это первое. А второе, что, ну, СССР как бы уже распалась, страна была достаточно великая держава, ее мощь признавалась по всей, на всем земном шаре. То есть, понятно, дело с ней с этой силой считалось. На сегодняшний день, как бы, с Россией, она возрождается, но все-таки еще она не находится в том статусе, чтобы, скажем так, ну, не диктовать условия, но и не то, чтобы... Попережать за рекордом. Да. Я услышал. Спасибо за вопрос. На самом деле, по поводу статусности страны. Сначала есть мысль, потом действие, а потом уже признание. Если мы будем отталкиваться от признания, то у нас никогда не возникнет светлых мыслей и, соответственно, действий. То есть, если мы себя будем думать правильно, как страна, как империя, как держава, уважительно к себе относиться, вы как мужчина меня, наверное, понимаете, да? Вот. И как вы себя преподносите в обществе, так и к вам относятся. Если вы воин, если вы мужчина, если вы берете на себя ответственность за семью, за родину, за страну и за себя в том числе, то вам так же и относятся. Если вы ничего из себя не представляете, и вы выступаете за такие парады, то к вам тоже так же и относятся. В Европе даже хорошо. Вот. Так же и мы. Если мы себя будем вести уверенно, поступательно, последовательно, брать ответственность, то мы будем складываться как империя, и, соответственно, нас будут уважать. И, доставая из широких штанин паспорт, мы будем говорить, я гражданин, понимаете, да, России и так далее. По поводу первого вашего вопроса, напомните, как там он звучал правильно, что они... По поводу того, что признали, подставили все законы. Да, я думаю. Ну, я думаю, что в Великой Отечественной войне, это довод доводит, ну, подходит. Но между первой чеченской кампанией и второй, я не думаю, что там не было напряженной ситуации. Она также была затишье, временное перемирие, попытка раскачивания ситуации, все то же самое. Чуть-чуть других территорий и так далее. Но для поднятия боевого духа и для того, чтобы одержать победу во второй кампании, были проведены определенные действия, которые мои коллеги предлагают вести. А это нужно придать статус участникам боевых действий, те, кто участвовал в Новороссии, в Новороссии военных действиях. Понятно, там есть комитеты, нужно всякие сделать, фильтры сделать, чтобы всякие реписки не проникли, да. Но, тем не менее, целостно это надо сделать. Даже если будут какие-то там мелкие прецеденты, и кто-то все-таки получит незаконно этот боевый статус участника боевых действий, ну, за двух-трех человек не может застрадать толпысячу, да? Да, слышали вас? Можно я просто сразу обозначу свою позицию, что я не понимаю данного поступка поехать с оружием в руках и воевать непонятно за что и за кого-то? Нет, понятно за что. Сейчас мы разложим. Нет, на самом деле молодой человек, он юный, да, и это на самом деле не его вина. То есть если у наших родителей, у моих отцов был прецедент, потому что их деды приходили с Великой Отечественной войны, и у них было воспитание, да. У моего поколения, я чуть постарше вас понимаю, был какой-то прецедент, еще приходили ребята с Афгана, приходили у кого-то воспитание через музеи, еще что-то. То есть еще у моего поколения оно уже меньше сохранилось, да, вот почему с оружием в руках нужно было пойти защищать. Вашем поколении, к сожалению, не в обиду, это вина нас, старших людей, и наших родителей в том числе, то есть это не ваша вина. У вас таких примеров именно чести, достоинства, уважения к женщине, к родине, к матери, к старшим в том числе, у вас оно еще меньше. Ну, понимаете, да, потому что старшее поколение, в том числе и мое поколение, ну, я беру на себя такую ответственность, хотя у нас небольшая разница, ну, не смогло вам это передать или в достаточной культуре. Поэтому вы такие вопросы задаете. Ну, в принципе, все. Можно вопрос? А в какой виде вы хотите принять этот закон? То есть с обсуждением только в Думе или как-то вопросом привлечения сюда общественности, там, референдумом? Потому что одно дело собрались дядьки, за круглым столом порешили, никого не спросили. Как его тогда будет поддерживать общество, если есть люди и много людей, которые будут подстрекаться, что вот видите, как они плохо сделали, то есть либеральные общественные законы? Знай минуточку, да, вы дядьками называете представителей народа. Это политические партии, за которых в голосовании были отданы голоса. Эти не просто дядьки, да, это, ну, как бы, люди, которых избрал народ. По крайней мере, официально так, да. Соответственно, опираясь на буквы закона, это представители народа. Соответственно, их неопринятие какого-то решения в одну или в другую сторону является эдитивным. Соответственно, это, ну, можно так решить. Но можно решить и референдумом. Но просто это слишком, на мой взгляд, нет необходимости решить через референдум. Есть представители народа, которые сидят в одном доме, может, за круглым столом или там в театральной постановке, неважно, которые имеют право легитимно принять тот или иной закон. А мы им свое право голосом делегируем путем голосования. Ну, с одной стороны, как бы правильно, но, с другой стороны, это непринятие там нового закона ЖКХ, которое, ну, скажем так, на бытовом условии. А тут такая вещь, что может, как бы, срезонировать во всем мире. Там вдруг страна наша полчаса, и народ просто не будет поддерживать свое правительство. Ну, знаете, у нас столько президентов в стране, что, и возможности раскачать ситуацию, что это, на самом деле, не только... Это, во-первых, это в действии вот так, а в последствии, в хорошем смысле, вот так. Потому что мы даем пример, что те, кто защищает русский мир, защищает свою землю, свою культуру, свою духовность, это... вот американские спецслужбы и так далее. Весь мир работал 25 лет, чтобы в молодежи, да, вот поселить вот такие вещи, и даже во взрослых населениях, что не надо защищать, надо сидеться дома, какой нафиг, а поп, какие еще вещи. Нет, почему не сидятся, я не об этом говорю. Я не знаю. Я не знаю, что вы потом скажете, я прошу прощения. Я же вас не перебивал. Вот, и тем не менее, вот при... Через фильмы, через еще какие-то вещи, прививку такую воде. А здесь всего лишь одним законом мы вот эти 20 с лишним лет потраченных денег наших оппонентов, да, конкурентов, хотите, это правильно, конкурентов. Мы их раз уже в обратную сторону. А простейшим законом. Для государства сколько там воевало, ну, 100 тысяч, пусть, да? Ну, 20-20. Я увеличу специально, чтобы товарищи с Европы-то правильно все понимали. Это сейчас скажут, пенсионеры собрали деньги, я же понимаю, к чему они кланят. Там, мост не построят в Крым, там, ну, и так далее. Деньги разбазарят, там, чтобы они не выдадут детям. Вот, видите, еще один нарисовался. Ну, я ответил, товарищ, вы хотели же рассказать. Ну, да, я вопрос-то, почему я не понимаю всей сути конфликта на Донбассе. Я не могу сказать, что не было бы Крыма, не было бы Донбасса. Донбасс был бы при любом, Кослав. Это ты на самом деле не понимаешь? Нет, он его провоцирует. Провоцирует. Нет, но на самом деле, смотрите, в этой аудитории собрались профессионалы и эксперты в этой ситуации. Что вы здесь делаете, то есть, я не могу понять. Вы чьи-то сын или что? Ну, это такая, вы перепутали аудиторию. Конструктор Лего собирается на лишние... Не понимай, на лишние счеты, на широте. Конструктор Лего, на первом... Да, да. Я не знаю, это вот эксперты. Скажите, а вы принимали участие в этих действиях? Я понял, что я, обладая офицерским званием, заканчивал военную кафедру после сборов украинских, я присвоил на звание старший лейтенант, и я очень сильно туда собирался ехать. Но так как я не обладаю реально военными навыками, но обладаю хорошими организационными вещами, и я подумал, что во всех военных действиях очень важно, те, кто военные люди, понимают, что это головое обеспечение. И я понимал, что те женщины и дети, которые сюда приезжают, а их мужья там остаются, да, то им нужно тут их встречать, помогать и так далее. Больше трех тысяч женщин и детей, из них только два мужчины было, скажем так, не только мать-заслуга, но и еще ряда товарищей, которые были здесь приняты, больше половины из них было на обеспечении в идее кормежки. Первый пункт по приему в Крыму на 360 квадратов был организован мной. Единственный профессиональный колл-центр по работе с беженцами обеспечения был организован мной. Сайт беженцы Крыма единственный по работе с юридической помощью. Плюс мы понимали, что некоторые дети и автобусы не доезжают, потому что правый сектор шифрует сколько под крымчан, под еще кого-то, и начинает автобусы не по троу маршруту провозить. Поэтому мы собирали проверенных волонтеров и оформляли это на сайте. Так на беженцы Крыма.рф тоже был сделан. Я еще много чего рассказывать. Я очень активно принимал участие в Крыму. И честно вам скажу, что были случаи, когда я два раза себя в прямом смысле похоронил. То есть я попрощался и думаю, вот так ничего не сделал, и так тупо уйти. То есть я правильно понимаю, что успешные люди, которые реализовали себя здесь, нашли себе применение, у которых есть ответственность за свою семью, за своих детей, вряд ли сочтут нужным идти туда, нырять в окопы и защищать с автоматом российских граждан. Они могут альтернативно делать это здесь, на территории. При этом не требуя статуса участникового его действия и каких-то преференций, включая материальные платы. Смотрите, есть люди с разным навыком. Кто-то хорошо варит борщ, а кто-то делает ракеты. И вот здесь я, еще раз говорю, я как бы офицер запаса. Я знаю, что такое разведка, я знаю, что такое радиоборьба. То есть у меня есть определенный навык. Правда, они больше с авиацией связаны, но все равно у нас какие-то были обучения. Я знаю, как разобрать автомат, как его собрать и еще много чего. Но я не обладал навыками. Я понимал, что если я полгода там выживу, то с меня получится хороший боец. Если я не выживу, то не очень. Но я понимал, что у меня есть материальная составляющая, временная составляющая, интеллектуальная составляющая. Но есть, что терять. Причем тут терять. То я понимал, что я буду здесь гораздо полезнее. И я, поверьте мне, я это отработал на 10 тысяч процентов. Ну, я знаю, о чем я говорю. И туда мы отправляли группы определенные, и сюда мы отправляли гуманитарку. Это помимо того, что еще здесь происходило на работе. То есть я как бы знаю. У меня и автобусы садить не доезжали. Даже такое было. Но очень хороший вопрос, который с точки зрения забантования, и в Думе в том числе, 100 процентов будет. То есть разделение между теми, кто был в окопах, и кто туда не поехал, было что терять. Шикарный вопрос. Вообще. Да, и хороший вопрос, действительно. Да, вопрос. В моем понимании, те, которые все-таки поехали на Донбасс, это действительно герои. Они совершили... Спасибо вам. ...свой гражданский подвиг. В том числе и вы, которые работали, можно сказать, тихо, тихо. Не там, а здесь. И вот, возвращаясь к словам Горького, который сказал, что в жизни каждого есть место подвигу, я считаю, что и вы совершили подвиг, и тем более те добровольцы продолжают его совершать, и мы должны перед ними снять шляпу, быть им благодарны, и должны принять этот закон. Станусь участвовать. Подождите, вы сидите на какой-то команде? На секунду. Ну я уже вырвался. Я на вашем заводе. Спасибо. Очень возник вопрос, я не понимаю смысла, и я сейчас на 5 минут сделаю аналитическую справку, и мы вернемся к прошлому занятию, которое называется «Смысловые поля». При анализе и синтезе косвенных разведных признаков очень важно правильно разделить субъектов. Я сейчас не с точки зрения того, что мы подводим итоги, я сейчас просто расскажу с точки зрения смысловых полей, что происходило и что мы обсуждаем. Значит, нужно четко разделять социальные группы. Есть социальная группа людей, которые, вот эти люди, которые условно называются добровольцы. Они есть крымские, ростовские, московские и так далее. Вот эта социальная группа людей, с женами, без жен, не важно, они взяли и поехали за пределы российского государства. Вот здесь Крым, вот здесь РФ, это все единое целое. И они вот маленький кусочек Донецкой и Луганской народных республик сели в окопы и начали защищать. Вот это одна социальная группа. Кстати, эта группа вообще ничего не просит. Вот они, они жалуются, что им не на что жить, но они с официальными заявлениями «предоставьте нам статус» вообще никогда никому не обращаются. С этим предложением обратилась общественная организация, которая называется «Союз добровольца Донбасса», которую возглавляет Бородай, бывший глава. И они с законодательной инициативой в Государственную Думу обратились к тем, чтобы вот эту социальную группу, прежде всего граждан Российской Федерации, которые за пределами границы Российской Федерации осуществляли боевые действия. В чем прикол? Кроме вот этого субъекта, который, это социальная группа, есть еще один субъект, который называется «община» или «государство», да, в данном случае. Смысл вот всего вопроса, который мы обсуждаем, заключается в том, что мы, как граждане общины, мы понимаем, что они сделали, или не понимаем. И вот, чтобы понять, что это было, надо обратиться к словам Владимира Владимировича Путина, который сказал, что среди всех народов, населяющих планету Земля, есть самый главный разделенный народ, который называется «русский». Русский в широком смысле слух. То есть, после распада Советского Союза огромное число, число русских людей, сейчас там 30 миллионов, остались за пределами Российской Федерации. Крайная операция была направлена на то, чтобы их просто зачеркнуть, умножить на ноль. Поскольку 30 миллионов соотечественников за рубежом оказались под угрозой геноцида, эти добровольцы, не претендуя на надежные ценности, они взяли и пошли, сели в окопы, и просто своей шкурой начали это дело отрабатывать, чтобы геноцида не осуществилось. И теперь есть вопрос. Мы по формальным признакам их признаем а наемниками, но они же там тоже какие-то деньги получат, либо, понимая моральную составляющую, мы, например, считаем, что если они защищают соотечественников за рубежом, а это можно найти кучу юридических обоснований, почему это может иметь место, мы им предоставляем статус участников воевых действий. И тогда мы с вами раскладываем все по смысловым полям. Смысловое поле. То, описываем, что он делает, и самое главное, нравственность, ценности, цель, цель с точки зрения материальной, цель с точки зрения нравственной, да, и вся фактология. Основная проблема, как мне кажется, мы не очень правильно изначально себе фактологию разложили. Что происходит на самом деле? Речь идет о соотечественниках за рубежом, которых приговорили к смерти, причем все. Все добровольства, которых я брал в интервью, я спрашиваю, что ты туда поехал? А у него есть жена, он крыльчарен. И он говорит, ну я посмотрел, как там сносят просто дома нахрен. Один поехал после того, как просто разбомбили станицу Луганск. Улицу. Ну вот, собственно, все. Так, а что им этот статус будет давать? Им статус... Основная проблема, они ничего не просят. Лежат пацаны без руки, без ноги. Жена бегает, да? А, так что? Да, там нечего есть. Они не просят. Им там гуманитарку, их сослужилицы с позыными там завозят, как-то детей в школу уволят, они не просят. Они даже не юридически не грамот. Весь вопрос не в них. Весь вопрос в нас. То есть разложить субъектность. Они у нас, ничего не просят. То есть вопрос в нас. Мы. Да или нет? Вен, ну то есть им дадут статус, и там вот ежемесячно кому-то там каких-то 5000 давать не будет. Я думаю, что если им дадут статус, хотя бы даже с одной тысячей, все соотечественники за рубежом будут понимать, что... Для России сейчас что еще со мной? У нас, пойди в ФМС, я попробую оформить РВП, например, для русского за рубежом, или, например, для жителей Средней Азии или выходца из Израиля. Это разные вещи. И это основная проблема, почему вот эта война тянется. То есть таким решением Российская Федерация укрепит единство соотечественников до рубежа и соотечественников за рубежом. Это как свой чужой. Свой чужой. То есть нравственный ответ на вопрос мы своих бросаем, даже если они там, или не бросаем. Ну, друзья, сказал, что мы не бросаем. Нет, маленькая ремарка. Просто тысяча группа – это приходящая, а статус – это вечно, да? Да. То есть статус есть сегодня и завтра. Сегодня за него дают пять тысяч, и завтра будут десять давать. Главное статус. Я хочу еще, как говорится, пять копеек сюда добавить. Вот буквально в последних новостях речь шла о Фиме, в котором Зеверство принимает участие. Мы слышали эту информацию, и он, как фашист, получивший молодчик на Украине, пытается заработать здесь своим фильмом, чтобы эти же деньги в АТО отправить. Об этом не все, как говорится, думают, осознают и борют против и так далее. Но с точки зрения статусности, вот как у нас ведет черный санкционный список, что Зеленского нет в этом списке, чтобы перечеркнуть, подруглить, чтобы не дать возможность. Это то же самое, борьба за русский дух, только на уровне фильмов. Тоже надо, как говорится, что... Нет, Зеленскому. Нет, он не приехал. Вчера было премьера. Ну, не в том дело, что он не приехал, фильм запущен. А это тоже средства, которые пойдут в оборудование. Ну, дело в том, что мы не будем подапливаться той стороне. И я думаю, что они сами там решатся. Не-не, Зеленский это... Зеленский это образноционировал, как называют девочки. Ну, даже, не надо говорить. Он на русский влюбе, а он зарабатывает... Он на русский влюбе. Я его держу с вами, и мы будем в сутки, там, крути. Он на русский влюбе. Он на русский влюбе. Он просил, зарабатывает фильмы, чтобы эти средства послать в аду. Вот в чем суть. Нет, ну, понятно, что это нужно пресекать. Как? Надо, когда-то, дайте нам... Не ходить в кино. Ну, то есть, я не знаю, кто-то не пойдет. Это не все понятно. И сейчас правильно сказали, на законодательном уровне перестать вот донецких дать им статус, и это, тогда все поймут, что не надо просто покупать билеты на филиппе. И вот те фашисты, которые должны, если они на Украине, если они будут санкционными скидками, это тоже должно перекрыть им каналы вот этих зарабатываний. Так же, как эта шоколадная компания, и так далее. То есть, это все... Они, получается, зарабатывают деньги на нас, потом, значит, эти деньги пускают в АТО, и эти же деньги убивают нас. Да. Давайте, 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 включим себя убивать просто. Ну, мои племянники, которые люди не убили, не внести, но в лужице, как там племянки, они отказались, вот, секунду. И когда там, здесь кто же с вами, принести, мы с ним, в лужице, да, раньше, да, давайте, времени осталось немножко. Давайте с каждой командой выступит аналитик, который проанализирует все, что произошло, и предложит срединный путь, либо выход из этой патовой ситуации. Я предлагаю рассесться уже, может быть, даже и ранее. Или пускай. Хорошо? Да, Павел, давай. Слушал всем долго и внимательно. К чему пришел? Точнее, мы пришли. Все, что здесь сейчас происходило, все эти дебаты, все эти споры, они вертелись вокруг одного главного тезиса. Что первичнее? Понятие или закон? То есть, правда или формальные признаки? Одна сторона оставила, что главнее, понятие, другая сторона оставила, что главнее формальные признаки. Но если в глубину вдастся, это практически разговор о том, что первичнее, яйцо или кулица. Если, например, взять случаи, приведенные примеры, как, например, в горящую избу там вошел человек в постели, и так далее. Но одно дело вошел в горящую избу на своем государстве, по формальным признакам, другое по формальным признакам не в своем государстве. Или, к примеру, как поступить в ситуации, когда насильник изнасиловал чьи-то дочь, а отец этой дочери пришел потом и застрелил этого насильника. Как поступать с этим? Будет ли он прав? Пусть ли он осужден? И приводились примеры насчет спора Жеглова, что вор должен сидеть в тюрьме. Но если вы помните этот случай, то спор закончился ничем. Последнее слово все-таки было за Шараповым, который сказал, что если мы один раз закон поднимаем под себя, потом другой раз закон поднимаем под себя, потом запекать на дыр, как нам будет выгодно, а то это будет незаконно, кисти. И русскому человеку да, действительно, присущее свойство это борьба за правду. Но она понимает, что правду у каждого своя. Если, например, турецкий гражданин, гражданин Турции войдет на территорию Российской Федерации и будет защищать своих братьев-мусульман, а Турция его признает участником боевых действий, как на этом случае посмотреть Россию? Как она отреагирует на такой случай? То есть, надо понимать, что наше общество тем не менее регламентируется на общение, существование общества, подчинено все-таки каким-то формальным законам. Иначе, если каждая страна, каждый гражданин, каждый субъект мира, планеты Земля будет поступать по понятиям, а понятия у каждого свои, то общество изглой шаг просто не управляет. Общество для того и придумало законы, чтобы хоть как-то обозначить понимание единый, единый понятильный аппарат. Да, то есть, закон это есть единый понятильный аппарат. И еще момент, который присутствовал в обоих, значит, аргументах обоих сторон, это как должна поступить Россия в данном случае. Но здесь надо понимать, что Россия всегда поступает, как сказал наш президент, исходя из своих национальных интересов. И если брать национальный интерес России, то что для России будет интереснее, скажем так, дать социальный статус этой группе людей, таким образом разделив на свой чужой, и подчеркнув, что они действовали по правде, либо для нее будет интереснее все-таки уйти от нападок со стороны международной общественности за то, что она нарушила формальные признаки, признав работу этой группы людей на территории формально чужого государства, формально пощеркнув, что для России будет более национальным интересом являться. Поэтому для того, чтобы как-то объединить стороны, объединить эти дебаты, привести к чему-то какому-то общему знаменателю, я все-таки считаю, что поскольку общество управляется законом, необходимо плавно подвести, прогнать через закон творчества, не сразу принимать этот закон, дать статус или не дать статус, то есть не мерить категоричными такими мерками, а постепенно подогнать, прогнать через закон творчества этапы такие, что мы к этому сами придем через закон закон творчество. возможно сначала нужно будет определиться в терминах, понятиях, что считают на юниках, что считают на юниках, то есть какие-то моменты полетили. Второй момент это возможно вынести это на референдум, чтобы не было, чтобы государство не наткнулось на сопротивление, то есть это решение не просто надо принять, но значит продать людям, гражданам своей страны, а граждан должны его купить, то есть согласиться с ним внутренне. А если прогнать это только через Думу, то учитывая отношения многих политиков, это может быть воспринято не совсем правильно. Поэтому обобщая все эти дебаты, я хочу сказать, что понятие правильно не существует, правильно то, что работает. и если говорить о свободе и волеизъявлении в принятии такого решения, то нужно тоже провести грань между свободой и волей. Свобода это, многие это не работают, свобода это лишь степень свободы, есть первая степень свободы, 6 степеней свободы, поступательность, общая, а воля это желание плюс ответственность. И если брать пример Крым, то как раз и почему был такой беспрецедентный случай, что это было политическая воля, за которую была взята персональная ответственность. Поэтому с точки зрения наших национальных интересов, я считаю, что необходимо проявить эту волю, но подогнать перед ней правильную правовую платформу, чтобы не наткнуться на непонимание международной общественности. Ну, коротко как. Спасибо. А на политическом плане есть? Кто-то с той стороны? Вы думали, что все закончили? Выступлю в рамках абонирования предыдущего автора. Четыре минуты? Да, так быстрее. Только что мы видели пример хорошего, добротного, красивого выступления в рамках западного мышления. То есть все, что мы слышали, мы слышим с телевизора, раньше мы слышали на больших стадионах, в концертных залах, в цирках и так далее. Все хорошо, все складно, все так подходит, все, знаете, и не придерешься. Вроде и закон защищаем, но в принципе надо и обсудить, может его и нарушить, нарушить, как нарушить, но в общем после 5-10 минут такого выступления обычные люди забывают, о чем разговаривают. То есть я думаю, на это и был расчет. Но мы в данном случае не должны забывать, что происходит в мире, что происходит здесь и какой закон мы вообще хотим принять. Мы хотим принять закон, защищающий русский мир. Это нечто другое. Такого не было. Всех тех событий, которые сейчас происходят, тоже не было. Они не прописаны в законах. И вот сейчас либо мы сохраним свою идентичность, либо мы выступим как русский мир, либо мы станем частью западного мира. Поэтому вопрос в принципе ангел. Да, его в конце концов можно вынести на референдум, но это уже, скажем, вопросы как сделать. Но делать надо обязательно. И обязательно нашим героям мы должны дать статус участника боевых действий, обязательно мы должны ими гордиться, и мы должны рассчитывать на таких героев и в будущем. Потому что мир неспокоен, неизвестно как, что, чем повернется. Люди наши должны быть героями. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, рассадывайте или так же сидим подведем итоги. Смысл все? А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Во-первых, у нас сегодня, ну, сейчас давайте завершим. Значит, сегодняшняя деловая игра, она у нас была посвящена дискуссионному клубу. Мы, в отличие от американской системы, правил, наша палата считает, что решили разработать свой русский и крымский формат, и мы сегодня поиграли в игру, которая имеет социальную значимость. В Государственной Думе будет выноситься вопрос о предоставлении либо не предоставлении. Будут дебаты. Наша задача из этой группы, которую мы с вами практикуем уже 4 месяца, сделать, знаете, генератор повестки дня. То есть, мы можем через Ютуб, через ролики, через объявления тем, мы можем влиять на общественное мнение людей с искренними позиций. Не манипуляция, а просто задавание новых тем. Собственно говоря, ролик, который мы смонтируем, эту роль, задачу и будет решать. Параллельно мы решаем все, что касается публичного выступления, взглядов, жестикуляции, аргументации, ну и деловая игра, она очень полезна. Тем более, что мы здесь отрабатываем анализ косвенных развитых признаков и смысловые поля и так далее, и так далее. В общем, вот такое вот сегодня получилось занятие. У нас сегодня меденец есть. Сигурничку. Да. Я тортик. Что? Я тортик. Понравился? Уже был. Да, давайте поздравить. Поздравляем! Поздравляем! Мы не знали, мы не знали, мы знали только в процессе. Счастья, здоровья, успехов, личной жизни. И споем не хэби бёздай, а пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода поспать туни-гон. Да, в общем, с днём рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Значит, что касается наших дальнейших действий. Я думаю, что за сегодняшний день определиться со сценарными курсами и со всеми делами предварительно на следующий вторник встречаемся. То есть, нам есть чем заниматься в марте по программе. И во вторник уже март будет. Мы с вами встречаемся и, в общем-то, там всё решим. Я в рассылке всё расскажу, как мы движемся. Хорошо? Вот. Сегодня последнее занятие февраля. Если у кого-то там есть мне что-то дать, то будет очень хорошо. Вот. Спасибо. Я думаю, что с моей точки зрения вот эти 4 месяца потрачены не зря. Ну, для меня я, во всяком случае, структурировал методику. Если вам было полезно, мне будет очень приятно. Спасибо. Спасибо. Ну, всё. А, насчёт вот... Паша. Согласно древней русской традиции, за убийство человека нельзя применять однообразные методы решений судебных. То есть, одного человека надо посадить, второго на пол посадить, а третьего, перед третьим извиниться, а третьего, а четвёртого даже наградить. Всё зависит от частного случая. То есть, убийство, например, насильника в своём доме в русском обществе считалось вообще правом, незыбливым. То есть, ты пересекаешь забор, тебя стреляют, и все ждут руку хозяйка. Как ты метко его подстрелил? Я в дебаты. Я в дебаты. Я в дебаты. Кстати, хороший закон. Застрелить на подходе к дому, да, ворок. Это, кстати, навело бы порядок вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!